После просмотра этого фильма у меня возникло две мысли. Первая. Ни в коем случае не лезьте в дом к мужику, который похож на супергероя Кейбла. Ну или же Кабеля. И вторая. За Федерико Альваресом будущее хоррор-жанра. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер и это... Вот и настал тот момент, когда я реально сильно ждал хоррор и пошел на него в кинотеатр. Это кинофильм «Не дыши». «Не дыши» — это новый ужастик или же триллер с элементами ужастика в практически замкнутом пространстве. Фильм рассказывает нам о трех ворах-форточниках, которые в погоне за большим кушем вламуются в дом, находящийся в заброшенном районе Детройта, которым владеют ветераны рака. Бонус еще таков, что этот ветеран оказывается слепым. Вроде плевое дело ворваться к слепому, усыпить его, стырить лаве и уйти в освоясь. Но не тут-то, сука, было. Ветеран оказывается крепким орешком и со словами «Вы больше не в Канзасе!» Аватар. Забирает все входы и выходы и начинает всячески мешать нашим грабителям сбежать из дома. Сразу стоит сказать, что за этим проектом я наблюдал словно поршун за своей жертвой. Причиной этому был режиссер Федерико Альварес, который дебютировал с весьма добротным ремейком «Зловещих мертвецов». Видео про этот фильм есть на канале. И я надеялся на то, что фильм оправдает ожидания. И все выходящие трейлеры только дразнили меня, намекая, что может получиться круто. И вот я посмотрел фильм и могу сказать, что фильм не просто оправдал мои ожидания, а превзошел их. У меня есть свое правило, что я не хожу на хорроры в кино. Причиной этому зачастую являются зрители кинотеатра, которых медом не кормит, но пропрет погрыкать, поболтать и всячески отвлечь меня от просмотра. Но за этот год я успел посмотреть два главных хоррора помимо «Не дыши». Это «Заклятие 2» и кинофильм «И гаснет свет». Так вот, к чему я это? Ни один из вышеперечисленных фильмов не заставил меня так напрячься, как «Не дыши». «Заклятие» был дико скучной парашей. И «Гаснет свет» вполне смотрибелен, но не без претензий. С «Не дыши» я все время сидел на краю кресла, прикусывая кулак и поговаривая. «Ух ты ж екарный, бабай!» Да, он именно такой. По сути, Альварес не открыл нам что-то новое. Перед нами как бы стандартный хоум инвэйджен муви, но именно отдельные аспекты и метод подачи прибавляют этому фильму очков. Фишка, что потом уходит слепой, но при этом все слышащий и весьма опасный субъект, очень круто работает и весьма неплохо воздействует на зрителя. Ты вместе с персонажами буквально задерживаешь дыхание, когда ветеран появляется на экране. Это томительное, тихое ожидание опасности, словно одеяло, окутывает тебя и вызывает жесткое чувство дискомфорта. Возникает желание просто скрутиться в позу эмбриона и скулить, словно попитая сучка. И это, как по мне, невероятно круто. Я давно ждал фильм подобного жанра, чтобы он заставил меня чувствовать тот же дискомфорт, что и главные герои. Из того, что я могу вспомнить, только Чужой Ридли Скотта и Спуск Нила Маршалла умудрились вызвать во мне такие чувства. Да, скримеры тут тоже есть, но они на удивление правильно работают в рамках этого фильма. Это трудно объяснить, но они не такие, как в фильме Заклятие, когда тебя пугают и ты бесишься от того, насколько это был дешевый прием. Здесь все поставлено правильно, скримеры используются именно тогда, когда это требуется. Хороший пример – это сцена с мобильником из трейлера. В остальном фильм отлично справляется с тем, чтобы вы как можно чаще напрягались от происходящего. Особенно круто, что Альварес решил показать все с предельной долей реализма. Патроны тут не бесконечны, если бьют, то очень жестко и больно. Если есть сцена насилия, то она будет чрезмерно натуральной и впечатляющей. В общем, все примерно так же, как и в ремейке Зловещих, но немного по-другому. С постановкой тут все еще лучше, чем в Зловещих мертвецах Альвареса. Работа с камерой, на удивление, оказалась весьма крутой. Мне дико понравилось, как оператор игрался с картинкой, создавая долгие планы, будто снятые одним дублем. И плюс к тому, картинка не кажется дешевой. Она очень сочная, несмотря на то, что в фильме в приоритете исключительно мрачные серые тона. Музыка тоже очень порадовала. Композитор Рокер Баньос, как он сам говорил, использовал при написании различные бытовые предметы, чтобы придать более неестественное и жуткое звучание. Я, честно говоря, не поверил этому, потому что бутылки, ведра и тазики вряд ли смогут что-то путного сделать. Оказалось, я был неправ. Музыка тут просто непередаваемая. Помимо упомянутых бытовых предметов, композитор очень классно использует перегруженные басы и рояль, которые очень хорошо подходят под антураж и атмосферу картины. Ну а теперь об основном, об актерах. Они хороши. Как обычно, отлично справилась со своей ролью моя жена. К сожалению, нет. Красоточка Джейн Леви, которая в предыдущем фильме Альвареса показала, на что она способна. И тут она не подвела. Классно показал себя актер со смешной фамилией Дилан Миннет. Ему получается сопереживать больше всего, ибо он играет простого парня, который единственный из троих форточников является эдаким голосом разума. Ему прям верилось и дико хотелось, чтобы он выбрался невредимым. Уж больно приятного персонажа он сыграл. Третий форточник... Ну, он фактически Джаред Лето из комнаты страха Дэвида Финчера. Такой недогангста, который только умеет что языком чесать, но справился хорошо. А теперь главный виновник торжества. Ветеран в исполнении Стивена Ленга. Ребята, нам нужно больше Стивена Ленга, потому что этот сукин сын был невероятно харизматичен и крут. Несмотря на то, что его персонаж крайне мало произносит слов за фильм, Стивен выжил все, что мог из себя, дабы показать по-настоящему жуткого и грозного злодея. Он умудрился продемонстрировать нам настоящего монстра в человеческом обличии, которому стоит пальцем щелкнуть, и ты уже будешь в нокауте. Или трупом. Вот представьте себе, если бы Стик из Сорвиголовы совсем башкой поехал и начал бы устраивать бойни среди мирного населения. Вот он был бы таким же, как Стивен Ленг. И я до сих пор молюсь, чтобы именно Ленга взяли на роль Кейбла в сиквеле Дэдпула. Но походу этого не случится. А жаль. В итоге, Не дыши это один из лучших фильмов этого лета, и по моему мнению, один из претендентов на звание лучший фильм года. Он уже с легкостью сбросил со счетов Кловерфилд 10. Не дыши, невероятно напряженный, драйвовый, интересный, круто поставленный, отлично сыгранный и весьма жесткий фильм. Идеал того, как заставить зрителя от волнения сгрызть все ногти на руках. Третий акт это просто жопа, я сидел с открытой пачкой минут так пять. От меня данный фильм получает оценку 8,5 баллов из 10 и неофициальное звание Кинокиллера как лучший хоррор этого года. Запомните этот момент, я уверен, что в ближайшие два года подобного точно не случится. Ну а с вами был Кинокиллер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok